МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Оркен Медиа время новостей. В студии Фариза Досполова. Здравствуйте. Сегодня вы увидите заседание молодежного совета. Ход реализации молодежной политики обсудили в Акимате под председательством Акима города. Повышение и проверка уровня готовности. В городе прошли командно-штабное учение КХС-2023. Работу всем. В Балхаше прошла ярмарка вакансии. Ход реализации молодежной политики обсудили на заседании Молодежного совета под председательством Акима города. Сапар Сатаев отметил, что несмотря на планомерную работу по поддержке молодежных инициатив, есть ряд вопросов. Всего в городе проживает более 22 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет. Из них молодежи до 29 лет почти 15 тысяч человек. О реализуемых проектах для стимулирования молодежи рассказала директор молодежного ресурсного центра. С начала текущего года действует молодежный каворкинг-кабинент физкультно-оздоровительного комплекса на микрорайоне Кованрад. На базе молодежного ресурсного центра функционируют пять клубов. По интересам это дебатер, кинокритик, юный турист, клуб читателей и волонтерский клуб. Также на совещании речь шла о проводимой работе по трудоустройству и государственной поддержке молодежи, а также их вовлечению в активный образ жизни. Во время отрезаем такие проекты, что мы можем делать письме с настройкой стихотипов. Как вы задержали этот Estado? Как вы задержали этот законы? Среди достаточно. Разрешите. По языке, как вы задержали наши депутаты, обозрении и вообще его задержали? Сейчас я делам, что я всегда делаю. Но каждый закрепсисус, что если он не делал перегружающийся. У него задержали эти баллы, торговые цифры, а люди которые которые, для защиты и правил? Вы думаете, что вы не делаете, вы должны были говорить. В следующем году в целях поддержки волонтерского штаба будет разработан социально значимый проект. Планируется выделение средств из бюджета. Кроме того, в предстоящем году денежное вознаграждение молодежной премии «Уркен» увеличится в два раза. Будет присужден грант Акима города на поддержку молодых предпринимателей. Все вот эти премии, все вот эти гранты или закрытие процентных ставок мы должны увеличить каждый год. Глава города дал ряд поручений отделу внутренней политики и молодежному ресурсному центру по продолжению системной работы по реализации молодежной политики, активному участию в мероприятиях по озеленению и благоустройству города, разработке проекта стимулирования лучших волонтеров города в следующем году. Отделу культуры, развития языков и спорта поручено взять на особый контроль вопросы укрепления материально-технической базы для занятий массовым спортом молодежи и обеспечить спортивные сооружения современным спортивным оборудованием. Также Аким города отметил, что нужно решить такие вопросы, как создание соответствующей спортивной инфраструктуры для молодежи с ограниченными возможностями. В городе прошли командно-штабные учения КАС-2023. Их цель – повышение и проверка уровня готовности служб и формирование гражданской защиты к реагированию на чай зимнего периода. Учения проходили в районе железнодорожного вокзала. В них приняли участие более 50 специалистов и 14 единиц медицинской, пожарной и коммунальной техники. Готовность всех служб проверил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Бауржан Арсанбеков и заместитель Акима города Темырхан Айдарханов. В ходе подготовки к предстоящей зиме 2023-2024 годов мы проверяем спецтехнику 16 бригад по городу, чтобы благополучно пройти зиму, особенно в период метели и гололёда. Трасса республиканского значения относится к нам. Бывает, что машины застревают на дороге. Для обеспечения продовольствием тех, кто во время гололёда попал в аварийную ситуацию и застрял на дороге, будет задействована специальная техника. В ходе проведения учений будут проведены определённые мероприятия, то есть будет организована проверка готовности команды поиска спасения к привлечению операций по спасению людей. Также будут отработаны вводные по подготовке сил по ликвидации аварий на теплосетях города, а также отработаны мероприятия по эвакуации людей, оставшихся в сложных зимних условиях. В ходе учений будут задействованы формирование гражданской защиты города Балхаша и подразделения управления ПЧС, СПЧ и АСО города Балхаша. На 15 часов это запланировано практическое мероприятие по отработке мероприятий именно по аварии на теплосетях. Сегодня, 24 ноября, исполняется 85 лет с момента выдачи первой черновой меди на Балхашском медиплавильном заводе. Эта дата золотыми буквами вписана в историю металлургической отрасли Казахстана. История Балхашской меди берёт своё начало в 1928 году, когда ленинградский геолог Михаил Русаков подтвердил, что в сопках Конрада имеются мощные запасы руды. Спустя год комплексная экспедиция начала всестороннюю разведку Конрада. Её результаты выдвинули месторождение на одно из первых мест в стране по запасам меди в руде. В 1932 году на строительство медного гиганта были направлены 100 миллионов рублей. Уже через 6 лет, в марте 1938 года, здесь впервые опробовали оборудование обогадительной фабрики и получили первый Балхашский концентрат. Начало металлургическому производству было положено в июле того же года, когда заработала первая отражательная печь. Осенью 1938 года выдана первая Балхашская медь. Сейчас об этом событии напоминает мемориальная доска, установленная у входа в металлургический цех. Слиток первой Балхашской меди хранится в Москве, в Музее революции. В Балхаша прошла ярмарка вакансии. Основная цель – содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организации образования и молодежи, путем непосредственного контакта между работодателем и соискателем. На ярмарке посетителям было представлено около 600 вакансий. Их предложили компании «Балхашсу», «Дворец школьников», «Ясли сад», «Школа лицея номер 15» имени Алихана Бокиханова и другие учреждения. «Нас пригласили на ярмарку вакансии. Есть немало посетителей, которые в поисках работы. Провела беседу с четырьмя людьми. Я пригласила двух из них в школу, чтобы поговорить. По нашей школе предлагается 9 рабочих мест. Часто требуются работники малого хозяйства, помощник воспитателя. Есть место для секретаря и старшего преподавателя, учителя физики». Участникам разъяснили условия национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. По итогам ярмарки семь человек получили направление на постоянную работу. Субтитры создавал DimaTorzok